Авторскую программу обо всем понемногу на 23 канале смотрите каждый вторник с повторами в четверг, субботу и воскресенье в 18.00. Здравствуйте! Вы смотрите передачи Таганрогской телевизионной сети. В эфире очередной выпуск программы обо всем понемногу. С вами я, ее автор и ведущий Евгений Токариан. Чтобы зубы служили вам долго, за ними нужно правильно ухаживать. О том, как это делать, рассказывает ваш домашний доктор, врач-стоматолог Авак Бадалян. Здравствуйте! Одним из факторов сохранения здоровых зубов является уход за ними в домашних условиях. И мы сегодня на макете покажем вам, как это правильно делать. Это непосредственно чистка зубов, полоскание специальными ополаскателями для полости рта, использование дополнительных средств ухода за зубами. И казалось бы, что сложного? Взяли пасту, выдавили на влажную щетку, провели несколько раз по зубам и прополоскали, и казалось бы, чистка окончена. На самом же деле это мероприятие более сложное, чем оно кажется на первый взгляд. Чтобы проводить чистку более эффективно, качественно используя, это нужно делать правильно. Основным движением при чистке зубов является движение от десны к режущему краю зуба. Зубной щеткой мы выметающими движениями убираем остатки пищи, налета. Так же, как с язычной стороны, с внутренней стороны, то же самое мы делаем с щечной стороны. Как снизу, так и сверху, и спереди, со всех сторон. Таким же образом мы вычищаем зубы верхней челюсти. Также мы выметающими движениями все зубы, передняя, фронтальная группа и жевательная группа. Затем мы проходим зубной щеткой по режущему краю. И после этого мы можем уже, просто как мы привыкли, наверное, круговыми движениями пройти по всем зубам еще разок. На этом чистка зубов зубной щеткой завершается. И мы переходим к дополнительным средствам ухода за полостью рта. Это флоссы. То есть, как в народе говорят, зубная нить. Но на сегодня есть более современные ирригаторы. Это тот же флосс, только жидкий. И он более эффективный и просто в использовании. В него можно добавить, разбавить воду с ополаскателем для полости рта. И он именно пульсирующей струей вымывает налет, который недоступен зубной щетке. То есть, межзубные промежутки. Там накапливается налет. И ирригатор хорошо их убирает. Также это можно делать обычным флоссом, то есть нитками. Я надеюсь, что мои простые советы помогут вам правильно ухаживать за зубами в домашних условиях. И сохранить их здоровыми на долгие-долгие годы. Берегите зубы. Это ваше богатство. До свидания. Стоматология «Аванта» предлагает таганрозцам и гостям города полный спектр услуг. От профессиональной гигиены полости рта и лечения болезни зубов и десен до удаления зубов любой сложности. Все виды протезирования и имплантацию. Опытные специалисты различных профилей и новейшее стоматологическое оборудование обеспечат комфорт и высокое качество обслуживания пациентов. Вас ждут по адресу улица Свободы, 35А, в будние дни с 9 до 20, в субботу с 10 до 16.00. Телефоны 36 96 46 и 8 928 755 75 50. А теперь наш вкусный совет. Сегодня одним из своих рецептов с вами поделится шеф-повар Вячеслав Волков. Здравствуйте! Сегодня мы будем готовить узбекское блюдо «Закуска по-ташкентски». Для этого нам потребуются следующие ингредиенты. Кабачок, баклажан, болгарский перец, репчатый лук, томаты конкассе, чеснок, острый красный перец, орегано, базилик, черный перец, соль, яблочный уксус, растительное масло и зелень для декора. Овощи нарезаем кружочками. На предварительно разогретую сковороду добавляем растительное масло. И выкладываем наши овощи для последующей обжарки. Добавляем соль, черный молотый перец, сушеный базилик, орегано. И красный острый перец. Баклажаны и кабачки обжариваем в большом количестве растительного масла до золотистой корочки. Обжаренные кабачки и баклажаны выкладываем на тарелку, чтобы стекло лишнее масло. В этом же масле слегка обжариваем болгарский перец. Обжаренный перец готов. Мы его вправляем к овощам. И займемся приготовлением соуса. Нарезаем помидоры конкассе. Помидоры конкассе – это те помидоры, которые предварительно очищаются от кожуры. Для соуса нам потребуется чеснок в измельченном виде. На хорошо разогретую сковородку выкладываем нарезанные томаты. И чеснок. Солим. Добавляем красный острый перчик. Винный уксус. Совсем немного. И бланшируем на медленном огне. Пока томаты с чесноком бланшируются, мы нарежем лук тонкими колечками. Эта закуска очень хорошо возбуждает аппетит. Она может подаваться как в холодном, так и в горячем виде. Наш соус готов. Начинаем оформлять блюдо. Выкладываем в центр тарелки соус. Первый слой закуски – баклажаны. Выкладываем их поверх соуса. На баклажаны выкладываем кольца репчатого лука. Лук сбрызгиваем соусом. Совсем немного. И следующим слоем выкладываем кабачки. Кабачки поливаем чуть-чуть соусом. И верхний слой – болгарский перец. Для декора нам потребуется зелень, которую мы измельчаем. И посыпаем по краю тарелки. Наше блюдо готово. Приятного аппетита! Коко Шанель. Переоценить вклад этой француженки в развитие современной моды невозможно. И сегодня лишь о некоторых ее новациях рассказывает модельер Наталья Костенко. Здравствуйте! 19 августа 1883 года родилась Габриэль Беннер Шанель, известная всем как Коко Шанель. Трудно переоценить вклад, который внесла эта француженка в мир моды и гардероб каждой женщины. Первое, что приходит в голову при упоминании имени Коко Шанель, конечно же, духи Шанель номер 5. Аромат изобрел выходец из России Эрнест Бо в 1921 году. До появления Шанель номер 5 духи производились из природных растительных компонентов. Коко же захотелось создать что-то новое. Она решила произвести духи из синтетических материалов. Известный парфюмер предложил ей линейку ароматов. И великая Коко выбрала аромат номер 5. Одна из дам спросила у Коко Шанель, скажите, куда же нужно наносить духи? И Коко ответила, везде, где бы вы хотели, чтобы мужчина вас поцеловал. Еще одно открытие Коко Шанель – это маленькое черное платье. В 20-е годы женщины практически полностью отказались от ношения корсетов. Но моносложные фасоны осталось. Законодательница моды не приветствовала яркие пышные формы. Одеться, как шахеризада, может каждая. А выбрать правильное маленькое черное платье – искусство, говорила Шанель. Появившись в 1926 году, черное узкое прямое платье навсегда поселилось в гардеробе женщины. Тельняшка – это вещь, пришедшая к нам из мужского гардероба. Первой, кто выроил моду, была Коко Шанель, вдохновившись поездкой на море. Она поняла, что тельняшка будет сочетаться со многими предметами одежды. Кстати, Шанель привезла с моря не только моду на тельняшку, но и моду на загар. Культовая сумка 2,55. Увидела свет в феврале 1955 года. От этой даты и произошло название этой сумки. До ее появления женщины вынуждены были носить редикюль. Это было очень неудобно. Коко Шанель избавила женщин от этих проблем, подарив им маленькую стеганую сумку прямоугольной формы на длинной цепочке. Твид и джерси считались грубыми материалами, подходящими только для изготовления мужских костюмов. Но Коко Шанель разрушила эти стереотипы, создав элегантный женский костюм из твидовой ткани. Впервые Шанель презентовала его в 1923 году. Но новшество было принято холодно. Второе рождение Твида произошло в 1954 году. Женщинам понравилась простота кроя, элегантность линий. «Оденетесь плохо – запомнят вашу одежду. Оденетесь безупречно – запомнят вас», – говорила Шанель. Габриэль Шанель была не только причастна к созданию культовой одежды. Благодаря ее безупречному вкусу была введена мода на двухцветную обувь. Туфельки бежевой основы и черным лаковым мысом решали две проблемы. Они визуально удлиняли ногу, привлекали внимание и делали стопу маленькой. Именно Коко Шанель сделала модным и демократичным жемчуг. Изначально он считался перерогативой только высшего света. Так лаконичная нить жемчуга может украсить черное платье, твидовый костюм и матросскую тельняшку. До Шанель женщины не носили коротких стрижек, но с ее подачи француженки стали нещадно стричь свои пышные шевелюры. Благодаря новым стрижкам появилась новая мода на шляпы в виде колокола. «Мода проходит, а стиль остается», – говорила великая Коко Шанель. «Ищите свой стиль и будьте красивыми!» До свидания! Очень много дорожно-транспортных происшествий происходит с участием и по вине пешеходов. Я предоставляю слово инспектору по пропаганде ОГИБДД по городу Таганрогу Павлу Лебедю. Одним из основных участников дорожного движения являются пешеходы. Поэтому сегодняшнюю передачу мы посвящаем именно правилам дорожного движения для пешеходов. Напомню, что пешеходы должны переходить проезжую часть дороги по пешеходному переходу. Он умывает надземный, подземный. А если их нет, то по линии тротуаров или обочин. Пешеход должен переходить проезжую часть дороги обязательно только на зеленый свет светофора. На нерегулируемый перекресток пешеход имеет право выйти только в том случае, если убедиться он в том, что проезжающие транспортные средства дают преимущество ему при переходе дорогу. И выйдя на дорогу, он должен убедиться, что скорость транспортного средства, подъезжающего к переходу, будет для него безопасна, что он успеет перейти переход. Выйдя на пешеходный переход, он должен немедленно его покинуть. Не останавливаться, не заниматься своими делами, не разговаривать по мобильному телефону. К тому же, переходя проезжую часть дороги по пешеходному переходу или вне его, не создавать помех для движения транспорта. Не выходить на дорогу из-за стоячего транспорта, особенно из-за автобусов. Водители транспортного средства, приближающиеся к нерегулируемому пешеходному переходу, обязаны снизить скорость и остановиться перед переходом, чтобы пропустить пешеходов, переходящих в проезжую часть. Или выступивших на пешеходный переход с целью дальнейшего его перехода. Если перед нерегулируемым пешеходным переходом остановилось или замедлено движение транспортное средство, то водитель других транспортных средств, движущихся к соседним полосам, могут продолжить движение, лишь убедившись, что перед указанным транспортным средством нет пешеходов. Уважаемые жители города Амрога, большую часть жизни вы проводите в пути, идя с работы, едя туда на машине. Будьте внимательны и уважительны друг к другу, соблюдайте правила движения. Это поможет сохранить вам здоровье и вашу жизнь. 8 сентября состоялось основное сражение Отечественной войны 1812 года. И сегодня мы рассказываем об одном из главных участников Бородинской битвы. 8 сентября Россия отмечает день воинской славы, связанный с судьбоносным Бородинским сражением, которое произошло в годы Отечественной войны 1812 года, когда Россия боролась с полчищами Наполеона. Огромную роль в этом сражении сыграл атаман Платов, у памятника которого мы сейчас с вами находимся. Памятник расположен напротив физмата Педагогийского института, а кстати имение атамана Платова было в селе Веселого Вознесеновки. Бородинское сражение имело огромнейшее значение для судьбы России. Было не менее важным оно и для Наполеона. Именно здесь он хотел уничтожить русскую армию и таким образом решить судьбу всей войны. В сражении к полудню уже пало огромное число солдат и офицеров с обеих сторон. Доколешь моим казачкам без дела стоять? Дозвольте атаковать французов. Оно, рано еще, нет еще надобности в твоих казачках. Поле боя было затянуто облаками порохового дыма. На нем громоздились трупы убитых лошадей и людей. Погиб опора русской обороны. Храбрый князь генерал Багратион, талантливый ученик Суворова. Именно в этот момент в центре русской обороны образовалась брешь. И Наполеон, тонко чувствующий ход битвы, решил бросить в эту брешь свой отборный резерв, вышкаленную гвардию. Сейчас наш император махнет своей перчаткой и скажет, как всегда и везде, гвардию в огонь. Она должна была рассечь русскую оборону и окружить русскую армию. Таким образом, судьба сражения и всей кампании была бы решена. Платов, дождались и твои казачки делом. Приказываю, перейдешь реку. Казаки атакуют наш левый фланг. Они прорвались в тыл. Они приближаются к штабу, ваше величество. Приостановить наступление и отбить казаков. Наполеон на два часа был вынужден приостановить все атаки. И этих двух часов хватило главнокомандующему Кутузову, который подбросил резервы и залатал дыры в обороне. Русская армия оказалась неразбитой. Молодец, молодец! Представлю к награде! За что? Вы не поняли, Ваша светость? Моя конница рассеяла. А так и не удалась. Ну уж и не удалась уж. Не двинул! Наполеон гвардия. А как бы двинул? А сражение-то мы выиграли, господа. Как выиграли? Ну, если и не выиграли, то уж во всяком случае не проиграли. И хотя Наполеон затем все-таки захватил Москву, но рана, нанесенная при Бородине, оказалась смертельной. Мне нужен мир. Во что бы то ни стало. Не добившись выгодного мира от Александра, он должен был холодной осенью, а затем уже и зимой отходить по разоренной французами же старой смоленской дороге. Таман Платов, храбрость твоя нам ведома. Наполеон с армией устремился на Калугу. Ступай с авангардом, прегради ему путь у Малоярославца и стой... Насмерть! Мы поспешим следом! И преследовали французские войска именно казаки Платова, которые не давали уклониться им с этой дороги ни вправо, ни влево, уничтожая отдельные отряды. Мы не можем посылать фуражеров за продовольствием в сторону от дороги. Слева параллельным маршем идет армия Кутузова, следом за нами казачьи полки Платова. Таким образом, голод и холод добили великую армию, и Наполеон вывел на Неман, на границу Российской империи, всего лишь 140 гвардейских кавалеристов и около 800 солдат Старой гвардии. Это все, что осталось от 600-тысячной армии великого полководца, которая вторгалась в Россию. Кстати, в преследовании наполеоновских полчищ огромную роль сыграл также и Таганровский Драгунский полк, снаряженный на средства Таганровского купечества. Вот таким образом атаман Платов украл у гениального полководца те самые два часа, которых не хватило ему для победы, а может быть и для счастливого завершения всей его и государственной, и полководческой карьеры. Завершит сегодняшний выпуск программы «Небольшая зарисовка», а я прощаюсь с вами и желаю всем удачи, отличного настроения и как можно больше положительных эмоций. Будьте здоровы! До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал 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 DimaTorzok 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 DimaTorzok